Дамы и господа, все ближе и ближе к главным событиям вечера. А сейчас Лига Ставок. Вечер бокса представляет вам 10-раундовый поединок в первом полусреднем весе. Ladies and gentlemen, 10 rounds of boxing like welterweight contest. Судьи у ринга Александр Калинкин, Сергей Литунов и Алексей Бойцов. И с ударом гонга ваш рефери Рокли Малазония. В синий угол, добро пожаловать, боец из Перу. Welcome to the blue corner from Peru. Jesus Bravo! Со-главное событие вечера. Можно так его назвать, потому что нам всего два боя осталось посмотреться. Ответственно плану нашему. И Хесус Мартин Браво Конко. Именно так зовут этого боксера. Перуанец сейчас выходит в Рим. Ему 26 лет, рост 175 см. И прозвище Эль Райо, правитель. 19 победных боев, из них 17 побед досрочно. Есть три поражения. Один раз проиграл досрочно. И также есть одна ничья. Является он национальным чемпионом в Перу. И дрался в основном, конечно, в Латинской Америке. В Перу, в Мексисе, в Венесуэле, в Коста-Рике и в Чили. И в России пока еще не появлялся. Но вот, добро пожаловать, как говорится. А в красный угол, добро пожаловать в Мояец из России. Встречайте! Гор Хачатрян! На ваших экранах сейчас появится Гор Хачатрян. Боксер из Волгограда. Совсем недавно подписал Гор контракт с компанией Premier Boxing. И уже провел два поединка по профессионалам. Оба закончил досрочно. Очень хорошо зарекомендовал себе этот молодой человек, выступая на Кубке Матч ТВ по боксу, который прошел в январе в Сочи. Там он провел великолепно два поединка и в обоих одержал победы. Великолепный стиль бокса у этого парня. Вы сейчас увидите, я бы его сравнил с Майком Тайсоном. Вот такое вот сравнение. Гор Хачатрян. 62.7 килограмма. Профессиональный record. 23 бouts. 19 victorias, including 17 big wins coming by way of knockout. 3 defeats and 1 draw. Лейзер-чаналер. He's light welterweight. Перу-национал чемпион. Representing Лиман Перу. Here is Shasos. Браво! Браво! И благодаря красному. He's upon him fighting another red corner. Бойцу 23 года. Рост 172 сантиметра, вес 63 и 2 десятых килограмма. Профессиональный рекорд. Два боя. Две победы. Обе победы одержаны нокаутом. Ladies and gentlemen, he's 23 years old. He stands 172 сантиметра tall. Официальный вес 63.2 килограмма. Профессиональный рекорд. 2 бouts, 2 victories. All wins coming by way of knockout. Дамы и господа. Из Волгограда, Россия. Приветствуйте! Кор Хачатрян. Все готово к началу этого поединка. Ирокли Малозони будет его обслуживать в качестве рефери. Ну, давайте смотреть. Гор Хачатрян против Хесуса. Браво! Ну и стоит отметить, конечно, что перуанец сейчас на серии из двух поражений подряд. Одно из которых было досрочно. И вот мы видим, как Гор в характерной манере с высоко поднятым руками близко начинает боксировать. Да, заходит сразу в ближний бой. Что интересно, Хесус после собственного апперкота отлетел на канаты. Ну, Хачатрян, такая манера. Он подсаживается, любит только сугубо силовой бокс. То, что называется, никаких игр, только тяжелые удары. Ну, сейчас закрутил соперника, да, и в общем-то, пожалуйста. Но после команды стоп было попадание, и поэтому нокдаун здесь защитный не будет. Но здесь Хесус, Браво, сам, собственно говоря, виноват, потому что прямо отвернулся, подставился и с опущенными руками нарвался на удар. Ну, здесь, да, парочку ударов по затылку. Здесь явно было, да, от Гора. Здесь, в общем-то, я соглашусь с Хесусом, то, что он протестует. Снова Гор заходит в ближнюю дистанцию. Сейчас мы увидим это сокращение характерное через джеб. Уединок запланирован на 10 раундов, но при таких раскладах и при таком начале есть ощущение, что увидим мы достаточно скорую концу. Ух, какой хороший апперкот. Прямо из-под руки достал. Опять жалуется перуанец. Хотя по затылку удара-то не было. Вот в этот раз, да. Это, очевидно, отголоски еще того удара. Силовый джеб великолепно исполняет сейчас Гор. Хорошо раскачет Корпсом. Левый крюк на скачке. Не держится на ногах. Буквально сметает он своего оппонента. Своим опором. Да, показывает, что Гор его отталкивал. Но здесь, конечно, видно, хочет боксер боксировать. Или не очень хочет. Или у него вообще не очень получается. Здесь как-то и не получается, и особо желание не видно. Вот не проблема для него сокращать дистанцию для Гора. Низковато. Немножко право прямой пробивал. Ну, в общем, представитель Перу крайне удивлен такому напору, такому первому раунду. Ну, он вроде более-менее подвигался сейчас. Хотя бы чуть меньше ударов стало к нему прилетать. Пытается фитовать джебом против Гора. Снова хороший апперкот от Гора. Кресты. Аперкот боковой. Забросил правый кросс. И два боковых. Сейчас один в плечо, второй в скоте. Каждый удар ухочет ряда силовой. Хотя сейчас пропускает очень неприятный право апперкот. Но здесь и Хесус тоже отметился несколькими попаданиями в бедро. И головой толкнул, да. Публика недовольно загудела. Но раунд все-таки заканчивается. Да, и все-таки до стоялки. Время, которое мы так долго ждали. Время, которое мы так долго ждали. Продолжаем смотреть за этим поединком. За мучениями Хесуса Браво пока. Ну и попытками Гора Хачатряна снести его и не заметить. Просто это мокрое место. Здесь поддавиел сейчас Гор, да. Как-то плохо на ногах стоит Хесус Браво. При первом же напоре начинает падать. Ну, вообще такое ощущение, что это полегче, чем Гор. Гор очень массивный. Он, скажем, поизящнее, чем Гор. Ты о его физической кондиции халя-боксе? Для физической кондиции, конечно. Ну, здесь, да, такой чисто силовой прием от Гора Хачатряна. Прям вдавил соперника в канвас. Ну, кстати, вот Хесус, да, так повалялся вроде бы. Но может оказаться достаточно, как бы, это неудобно соперникам. И так хорошее право. Боковой достает сейчас Хачатряна. Вот это смещение, характерное за спину. Включается еще, конечно, да. И тоже удар вскользь по затылку. Вот здесь не стоит настолько увлекаться. Ну, сейчас, естественно, Хесус, браво, показывая, что его ударили как минимум шпалой, а то и рельсей даже. Берет паузу для того, чтобы восстановиться, будет жаловаться. Ну, так-то удары по затылку, конечно, не зря запрещены. Ну, эта штука весьма неприятная, конечно. Ну, взял момент для того, чтобы восстановиться, да. А Гор посоветуем быть все-таки повнимательнее, поаккуратнее. Я, конечно, понимаю, желание снести соперника и от него ничего не оставить. Но надо действовать в рамках правил. Продолжает Гор движение вперед. Судя по всему, движение назад он не знает, что такое. Подхват под ногу сейчас в исполнении Хесуса Браво. Практически перепутал вид спорта. Хороший правый аппер-куотов, и четыре она. Но по перчаткам. Смещение двойной джеб и по защите, но очень плотно пробивает Гор. Периодически, конечно, подворачивается Хесус спиной. Но вот в данный момент, кстати, он очень неплохо защитился. И поднырнул на ближней дистанции. Попытался с перешагом, со сменой стойки Гор к Чтрян атаковать. Опять та же самая комбинация. Всегда Дмитрий Пирога против Данила Джейкобса. Я вспоминаю в такие моменты. Хорошо защиту маятникам демонстрирует Гор. Но стал повнимательнее перуанец. Видно, сделал выводы из первого раунда. Остается 20 секунд до конца второго раунда, друзья. И, в общем-то, непростой поединок складывается уже для обоев боксеров. Опять падение. Но я опять за счет борцовского приема не из-за того, что был потрясен Хесус Браво. Дмитрий Пирога против Данила Джейкобса. Дмитрий Пирога против Данила Джейкобса. Рейзера. Раунд три. Итак, раунд три. Через такой, кстати, неплохой джеб начинает свою атаку. Хесус сейчас на старте этого раунда. Но точный джеб силовой доходит все-таки от Гора. Хороший полупрямой, полуаперкот такой сейчас Х4 доносит до перуанца. Ну, я думаю, Гору тоже сказали все-таки подуспокоиться, работать все-таки больше именно включением головы, а не эмоций. Более рационально. Да, ну, сейчас, кстати, в этой паузе было видно, что Горх посмотрел свой угол и одобрили, показали, как, жестов одобрительных. Сказали, да, продолжай в том же духе. Очень вязкий поединок, да, сейчас получается. Хорошо отрабатывает. Да, отбивает руки Горх и Чатрянскому сопернику. Сам не пропускает ударов, перехватывает инициативу и пытается с ним бороться в очередной раз перуанец. Ну, вот очень силовой бокс, я так скажу. Прямо бокс на грани борьбы. Сейчас колоссальное количество энергии, безусловно, тратит оба боксера. Но вот сейчас уже и перуанец начинает бить по затылку намеренно. Ну, и здесь вот Егор ему ответил так же. Поединок эмоционально накален, да. Поединок эмоционально накален, безусловно. Пытается сейчас с разменной стойки работать, с таким двойным смещением Горх и Чатрян. Выносливо очень оказывается сейчас Хесус Брау, потому что пропустил очень много ударов неприятных. Но, тем не менее, мы видим, что стоит и... Ну, кстати, да, Слава, вспомнить, что у Гора, у него два боя закончились в первом раунде. У него вообще опыта длинных боев не так-то и много. Но если мы не берем в любительские поединки, да, по три раунда. То есть, если дальше вот сейчас 55 секунд Хесус Брау отстоит, то в карьере у Горх и Чатрян это самый длинный бой. Ну, и опять же, да, и вышел он на десятираундовый сразу. Ну, что ж, здесь опыт, безусловно, опыт. Но и силовая составляющая нельзя забывать. Силовой бокс, как говорится, еще никому не повредил. Эпизод заканчивается снова таким клинчем. С наскоком снова берет Хачатрян, вперед идет на оппонента. Выставил локоть. Очень интересно. И не в первый раз он уже так защищается. В перуанец. Вроде попытка этой филогрампийской раковины, но какая-то недоделанная. Вот на самом деле вот такая вот борьба, она очень сильно выматывает. Очень сильно выматывает. Игра. Стои снега. Many. Все. 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 Игра. Время стоять. Четвертая. Да, очередная трехминутка. Четвертая уже по счету. Очень напряженный поединок. Я, честно говоря, в первом раунде посмотрел просто на одном дыхании. Что мой город идет вперед. Хорошо убирает голову из-под такого достаточно острого джеба. Да, я тоже хотел отметить, что у перуанцев очень хороший джеб. Особенно на старте этого раунда, когда он более-менее подстроился к финансовому гору. Да, вот гору как бы бьет как молотом, а Хесу справа бьет как блюдками. Если можно так сравнить. Ну да, один сносит, второй фехтует. Телесный удар сейчас такой короткий сверху. Правый донес перуанец. И сейчас хорошая очень серия ударов снизу и по корпусу, в том числе, от Хесуса. Да, вот старт поединка. Казалось, что все более предсказуемо и в пользу город Штряна. Сейчас нет. Показывает Хесу справа, что опыт действительно присутствует. И умение перестраиваться и подстраиваться под сильно бьющего соперника, давящего тоже есть. Нет, ну конечно, профессиональный бокс это, ну, в первую очередь, дистанция и силовая составляющая. И тактика, и стратегия. Здесь не нужно как на три раунда уметь все. Достаточно придерживаться своего плана и уметь перестраиваться. Диснид Гор продолжает своего оппонента на четвертом раунде. Но мяча стала плотно пропадать. Но такое впечатление, что перестает чувствовать удары Хесус Мартин Браво. И все более стойко их переносит. Хотя сейчас очень сильный правый кросс пропускает. Ну да, и так уже вкладывается в эти удары в очередной раз Гор Хесус Чтряна. Но видно, что просто бьет уже вот АБУ ударить. Просто вроде есть цель, надо, значит, попробовать ее любить. Хороший суперкот по корпусу из клинча. Вот разменялись попаданиями по корпусу. Еще один острый удар. Вот здесь все брало. Пауза возникает в ринге по 4-м идет вперед. Тоже, конечно, ему нужна будет, безусловно, пауза. Потому что очень много сил отдали в первых трех раундах боксеры. И сейчас атаки Гора уже носит более такой характер выборочный. Это очень отличный опыт. Потому что не только короткие бои, но и длинные. Перестрел сейчас. Чтряна. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот уже пятый раунд. Просто поначалу этого поединка было не похоже, что зайдем настолько далеко. Кто знает, может быть, и всю дистанцию все-таки бой пройдется. Ну, действительно, для Гора это колоссальный опыт. Потому что ранее он таких боев не проводил, как сказали уже в самом начале поединка. Очень сложно перестроиться с трех раундов любительского бокса. И сразу прыгать на десяти раунда профессионально. С таким соперником, как Хесус Мартин Браво, у которого 19 боев, 17 с которых он выиграл досрочно. Ну, да, правда, конечно, уровень позиции был, скажем, невыдающийся, но тем не менее. Но тем не менее опыт-опыт... Да, и требует как раз от Гороха Штыряна продолжение его атак. Потому что он сейчас больше переключился на одиночные попадания. Старается где-то вроде выцеливать. Да, вот так вот раздергивает. И, кстати, Хесус Браво на эти сунты ведется. Плечом сейчас попытался подгнуть перуанец и вызвал такую агрессию со стороны Хачатряна. Ну да, то есть вроде Хачатряна после стоп ударил или нет. Но, в общем-то, Хесус Браво был очень недоволен. И пытается сейчас... Видно, что на эмоциях отработать. Заходит сейчас прямо в клинч, но уже не бьет, как из клинч, как ранее Хачатряна. Очевидно, решил все-таки работать выборочно. Раз за разом атаки перуанцы становятся такие острые. Попадает он в обувь с корпуса, в обувь с печени. Да, тоже хотел отметить, как раз, особенно то, что он бьет по тузу. И мы видим, что все время поединок переходит в такую вязкую, тягучую борьбу. Мне кажется, сейчас Гор решил так прицелиться как следует и донести силовой удар. И решил больше не работать в таком большом количестве силовых ударов. Вот бывают такие оппоненты, вот он стойкий и все, вот как... Бьешь у него как в дерево, а ему ничего. Сразу кинул, вспоминал, с него Аляшка, который смотрели. Ну, а есть такой момент, что если ты упустил такой момент с нокаутом, не получилось соперника дожать, додавить и уронить не как сейчас, а ударом, то дальше, да, это просто превращается в такое перманентное какое-то избиение, а он все равно не падает. То есть уже у тебя силы нет, и он уже где-то к ударам привык к какой-то степени. Поехали! Ручки на месте. Хорошо? Плечки не забывайте. Чище, чище. И сейчас нам предстоит раунд номер шесть. Половина боя позади между брочками. Так, вперед уверенно пошел Гор. Ну, его тут же локтем оттолкнул назад. И плотно по корпусу. Хорошо, перваяница. Вообще, очень странная манера в такой стойке, выставление локтя вперед. Ну, по сути, это как бы он им не бьет, да. То есть, правила он не нарушает. Но, тем не менее, на такой локоть уже и не прыгнешь. Обменяли сейчас. Хорошими ударами правой рукой оба. Снова смещается Хачатрян. Пытается правым апперкотом дотянуться до соперника. Но все время, мы видим, теряет баланс перуанец. Ну, это уже непонятно, то ли это намеренно он это делает. То ли плохо стоит на ногах. Ну, и наклоняется очень низко. И вот, вы знаете, я вот все время слышу слова тренера Романа Подопригора. Гор, Хачатрян, не вкладываясь, а боксирует. Но вот Гор все время старается вложиться. Ну, есть привычка, да, особенно, когда у бойца есть тяжелый удар. Он знает, что может его донести. В какой-то момент очень сложно перестроиться. Как говорил Александр Поветкин, который сейчас за нашими скинами сидит в какой-то момент. Очень хотелось вдарить. А когда очень хочется вдарить, удар обычно и не приходит. И опять, да, встречает Хесус Браво ударом по корпусу. Но и, в свою очередь, отвечает ему Гор, Хачатрян ударом по затылку. Здесь опять падает на колено. Браво. Но он показывает сейчас, что получил серьезный удар, что... Нет, если вот, вот, по сравнению с предыдущим эпизодом, да, когда я там много поиронизировал над ним, здесь было действительно вот прям жесткое попадание. Мы смотрим на повторе и показывает Хесус Браво, что не будет он продолжать. Но... Гору все-таки стоит быть намного аккуратнее. Я сейчас, конечно, не знаю, какое будет в итоге решение. Ну, вроде, да, за середину поединок перевалил, и могут считать очки, но могли бы баллы с горой снимать. Ну, что ж, в любом случае, посмотрим. Интересное сейчас предстоит решение судьям. Ну, я думаю, с точки зрения того, что по очкам все-таки горбал впереди. Просто... Ну, здесь пока, да, пока за эти нарушения, ну, не прилетела ему мощь. Но если будет боксировать на других площадках, там никто жалеть его не будет. Хесус так немного обессиленно упал у себя в углу на табуретку. Но подошел, тем не менее, да, к гору, поблагодарил, поблагодарил тренера. То есть, в общем-то, здесь без каких-то обид. И молодец, в общем-то. Хесус Браво. Да, благодарить также еще и публику. Ну, кстати, неплохо было бы его поаплодировать. Ну, вот продолжает, кстати, потирать еще затылок представитель Перу. Ну, где-то, наверное, я думаю, в какой-то момент просто понял, что не способен он противостоять, в том числе, вот этим моментам. Горох Ачатряна. Именно силовым моментом. Силовым ударом по затылку, в какой-то вот этой борьбе. И где-то, может быть, морально решил сказать, что, Влад, его хватит. Ну, чтобы не травмировать, возможно, себя. Ну, или чтобы, знаешь, мне показалось, он в какой-то момент эмоционально просто начал заводиться. И для того, чтобы не разгоняться дополнительно. Такой интересный момент подошел еще со своими бинтами. Если справа что-то показывает... А хочет поменяться, поменяться хочет. Я первый раз вообще вижу, чтобы поменялись бинтами. Ну, вот такая вот, возможно, традиция, да. Тейпами, да. Интересно. Ну, такая... Кто что коллекционирует, да? Я думаю, что, знаешь, здесь еще есть такой момент. Может быть, Катман и учатся. И возьмут тейпы для того, чтобы просто понять, как была запейпирована рука, чтобы, может быть, потом применять уже на своих боксерах. Такую же тейпировку. Ну, а мне хочется верить, что все-таки это некий, имеет сакральный смысл за перуанца. Не знаю, мне кажется, что это логично было бы перчатками поменяться, понимаешь? А тейпами. Интересно. Дорогие господа, гребенцы, на оптимаре минуты 57 секунд шестного раунда. Дорогие господа, у нас есть время. 1 минута 57 секунд раунда номер 6. В связи с отказом соперника от продолжения боя. Техническим нокаутом победу одержал. Due to refusal of the continue of fight of opponent. Your winner by technical nakaunt. Come on! Хачатриан! И наше поздравление городу Качатриану. Победа техническим нокаутом. Третья победа досрочная в карьере трех боях. Третья победа досрочная в карьере трех боях. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok